Однако дно все, как на подбор, хрустящая, сочная, свежеиспеченная самса. Гульзар Хартана аккуратно раскладывает ее и подает к столу. Сегодня у Гульзара Пкадырова исполняется 90 лет. Стол по-особенному праздничный. Здесь и домашняя пахлава, которую тоже готовила Гульзар Ханум и горячие лепешки. Моя мамочка очень активная. Мы ее любим. Она у нас на все праздники поет, любит готовить, испечет рулет или булочки и угощает всех соседей. Она родилась в Тарахташи, ныне дачная в Судаке, пережила выселение и тяжелое возвращение на родину. Работала на стройке, каменщикам и на заводах. Там работало около трех тысяч человек. Мою фотографию повесили на доске почета. Много благодарности давали. Все тяготы жизни перенесла стойко. Воспитала троих детей. Сейчас она бабушка четырех внуков и пяти правнуков. Хоть они и далеко, говорит Хартана, поддерживают связь через интернет. А к мудрым наставлениям любимой бабушки прислушивается вся семья. Не нужно говорить плохих, злых слов. Пусть все живут правильно и в мире друг с другом. О Гульзар Хартана в селе знают многие. Она долгожитель района и активистка любит петь и, рассматривая уже пожелтевшие фото, часто вспоминает о прошлом. Поздравить ее с юбилеем приехали гости с района администрации, депутат Госдумы Руслан Бальбек. Хотелось бы пожелать, чтобы наш крымско-татарский народ был таким же стойким, таким же жизнерадостным, как Гульзар Хартана. То достоинство, воля к жизни, которая присутствует у нее, чтобы оно распространилось среди всех наших жителей. Редакция Хаберлер также присоединяется к поздравлениям и желает Гульзар Ханум всегда оставаться такой же здоровой и жизнерадостной. Эльмас Аблакимова и Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет.